Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов. Сегодня в открытой студии свободной прессы в гостях у нас Игорь Друсь, советник министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Ну вот первый вопрос будет такой, какова вообще сейчас обстановка в Донецкой Народной Республике? Поступают очень тревожные сведения, хотелось бы получить информацию от вас. Честно говоря, обстановка плохая, очень плохая в военном плане. Хунта киевская пользуется своим огромным преимуществом. Ну по той же бронетехнике они превосходят нашу армию примерно в 12 раз. По артиллерии где-то раз в 6, по живой силе тоже где-то раз в 6. И пользуясь этим преимуществом они ведут все более активное наступление на наши города. При этом они не гнушаются ничем, любыми методами, то есть это же по определению фашисты и террористы, они этого и не скрывают. Поэтому они наносят постоянные артиллерийские удары по нашим городам. Они постоянно бомбят из гаубиц, точнее обстреливают из гаубиц и градов тот же Донецк, тот же Луганск, другие города. И естественно никакие мирные жертвы их не остановят. То есть они будут продолжать наступление. Конечно наша армия ДНР она героическая. Это люди, которые прошли Славянск, которые прошли массу испытаний, тяжелых боев, они способны на все. Но все-таки к боевому духу не помешало бы еще хорошее количество танков, гаубиц, авиации. К сожалению всего этого у нас пока что очень-очень мало. Авиации вообще нет. Ваши прогнозы, как будет меняться ситуация? Есть панические настроения, что все проект кончается, вот народных республик, Донецка, Луганска. Тем не менее руководство ДНР, ЛНР говорят, что в Киеве еще рано праздновать победу. Ну конечно победу им рано праздновать. У нас еще очень много сил. И мы эффективно противостоим их наступлению. Но все-таки обстановка очень тревожна. Я искренне благодарен России и правительству России за то, что оно оказывает нам моральную, информационную, гуманитарную помощь. Но думаю, что требуется и активное военное вмешательство России, которого пока что нет. Дело в том, что защищая интересы Новороссии, мы безусловно защищаем интересы всего русского мира, всей России. Мы рассматриваем себя как солдат империи, которые по мере своих скромных сил стараются задержать большую смуту в Москве, Питере, Новосибирске и других городах России. Дело в том, что тот же правый сектор уже заслал большое количество своих агентов в Россию. По данным нашей разведки, они изучают конфигурацию русских городов, изучают военные объекты. Хлынул огромный поток беженцев, среди которых есть люди, засланные украинскими спецслужбами для подрывной работы здесь. То есть речь идет о том, что если Новороссия падет, то следующая смута, безусловно, будет здесь, в России. И точно так же, как нынешние москвичи думали, что мир будет вечным, что вечно будет свет, электроэнергия и так дальше, так же думали люди в Донецке, в Луганске. Никто не думал о том, насколько хрупок наш мир, насколько хрупкая у нас инфраструктура. Вот в Славянске мы уже привыкли жить без света, без воды, без мобильной связи, при светомаскировке. Обстановка была такая же, как в фильмах про блокадный Ленинград. И все это было очень на самом деле хрупко. Произошел государственный переворот, началась большая война. Вот не дай бог, если это начнется в России. Поэтому не только с духовных, моральных, нравственных соображений, но и с соображений чисто прагматических, соображений государственной безопасности, Россия должна активно вмешаться в ситуацию. Вот наша читательница Алла пишет мнение, которое, я думаю, сегодня присутствует у многих россиян. Она пишет, Игорь, поверь, встаю утром и бегу к телевизору, чтобы узнать, что там на Донбассе. Перед тем, как уснуть снова, смотрю последние новости о Юго-Востоке. Верю и надеюсь, что вы сумеете отстоять свою землю. Действительно, многие встают и засыпают, просматривая ленту новостей Новороссии. Ощущают ли ополченцы вот эту поддержку духовную со стороны россиян? Вы знаете, мы православные люди и очень ценим моральную и молитвенную поддержку. Мы знаем, что за нас молятся крупнейшие монастыри, храмы. Мы очень благодарны всем. Также мы благодарны всем русским добровольцам, которые пришли к нам. Их немало. Хотя, правда, большинство, конечно, ополчения, уже точнее сказать, армии ДНР, составляют местные люди, то есть граждане Украины. Я, например, сам из Киева. После того, как произошел государственный переворот, мне пришлось уехать. Мой офис, который находился на улице Грушевского, был разгромлен правым сектором. И массе людей пришлось покинуть Киев. Ну, вот с тех пор уже большие группы людей кочуют по всей Украине с автоматом. Мы попытались отстоять Крым. В Крыму у нас, слава богу, получилось, потому что Россия нас поддержала в первую очередь. На Донбассе ситуация, к сожалению, гораздо хуже. Мы благодарны всем русским за поддержку. Мы и сами, конечно же, являемся русскими, просто случайно разделенными границами с вами. Но нужна и поддержка правительства, более активное участие правительства и активное военное вмешательство России. Потому что хунта опирается на государственную машину Украины, на государственную казну, на государственные запасы оружия. Также оружие они получают и из стран НАТО, особенно из Восточной Европы. Там старые замороженные запасы советского оружия. Те же танки Т-72 им активно привозят из той же Польши, Болгарии и других стран. А у нас этого всего нету, к сожалению. То есть мы не опираемся на государственную машину какой-либо страны в военном плане. Получается аматорство. Получаются какие-то партизаны, которые с стрелковым оружием воюют против танков. Это ненормально. Я считаю, что все-таки мы стараемся с Божьей помощью защищать государственные интересы России. И было бы хорошо очень, если бы государство России пошло в большей степени нам навстречу и осуществило бы военное вмешательство. Хотя, безусловно, мы благодарны правительству России и за эту информационную и гуманитарную помощь, которая на сегодня есть. Известно из истории, что сильная армия может победить более слабую, но ни одно государство не выстоит против народа. Вот на ваш взгляд, как изменились настроения жителей Донецкой, Луганской республики, Донецкой и Луганской областей? С момента, когда там был проведен референдум, практически все население пришло и высказалось однозначно об объявлении независимости. К настоящему времени, если смотреть про киевские сайты, то можно заметить такую тенденцию. Свою пропаганду они строят на том, посмотрите, как хорошо сейчас в Одессе, там не стреляют, и в Киеве вроде все благополучно. И если бы не эти так называемые сепаратисты и террористы, то и Донецк дальше оставался бы цветущим городом. Ну, Одесса действительно цветущий город, в котором сожгли примерно 100 человек заживо. Сожгли, забили насмерть, спороли животы ножами и так далее. И каждый, кто об этом говорит, рискует исчезнуть без вести. То есть вот такой режим воцарился в Одессе. Такой же режим воцарился в Днепропетровске, Харькове. Масса людей пропали без вести, были насмерть замучены в застенках СБУ, в застенках правого сектора. Ну, если такой мир кого-либо устроит, если кто-то готов жить рабом, закрыть себе рот, зашить, отказаться от родной веры, от родного языка, ну, тогда такому рабу действительно надо жить при фашистском режиме. Но все-таки большинство населения Донецка и Луганска настроены резко против киевских террористов. Другое дело, что одно дело быть просто настроенным против, а другое дело быть настроенным активно против. Вот, поэтому не каждый готов взять в руки оружие и отстаивать правду и истину в бою. Есть масса людей, которые готовы мягко поддержать Россию, то есть поставить галочку в бюллетене, но не готовы рисковать жизнью за эту идею. Это плохо. Но с другой стороны, ну, подумаем, если такое произойдет в Москве. Ну, много ли людей возьмет в руки оружие для того, чтобы защищать законную власть от мятежа? Если, допустим, Болотная площадь станет более агрессивной, если эта Болотная площадь, как Майдан, возьмет в руки автоматы и будет убивать всех неугодных, а к этому дело и идет. Я думаю, что, к сожалению, большинство москвичей будет против этого, но вместе с тем не будет готовы активно быть против этого. Поэтому ситуация тяжелая. Идут обстрелы городов. То есть мы сидим вот в штабе в центре Донецка. Каждый день дрожит земля, дрожит окрестный квартал. Обычно где-то в 12 часов дня, в 11 часов начинается обстрел нашего квартала из гаубиц. Это сюрреалистическая картина. Они обычно выбирают своим ориентиром несколько высоток, которые рядом с нами. Промахиваются по штабу, но зато попадают по окрестным домам. Виден дым, пожарище. Потом видны разорванные трупы людей, в том числе женщин и детей. Это, конечно, шокирует местное население. Местное население массово начинает убегать. Массово начинает убегать в ту же Россию. Так этого они и добиваются. Их цель это вовсе не мы, не Новороссия. Вернее, это тоже цель, но это, как бы сказать, маленькая цель. А настоящая цель это Россия. Они хотят вызвать огромный поток беженцев, миллионов пять. Которые создадут огромную нагрузку на социальную систему России. Среди которых будет огромное количество агентов того же правого сектора. И с помощью вот этого фактора они будут дестабилизировать ситуацию в России. То есть Украина опасна для России, страшно опасна. Но, разумеется, не тем, что у нее какая-то мощная армия и так далее. Она опасна как источник смуты. Украина, собственно говоря, уже умерла в своем прежнем виде. Но этот гниющий труп заражает все вокруг. Вот наш читатель Михаил спрашивает, какие люди в основном идут в ополчение. Каких возрастов, профессий, социальных слоев преобладают. И спрашивает, а есть ли среди ополченцев бывшие бойцы Беркута и вообще силовики. Которых, ну, в свое время, помним, жители Новороссии защищали. Да, есть бывшие силовики и очень много. Есть много бойцов Донецкого Беркута. Вот, есть масса людей из МВД, из армии. Вот, многие люди прошли военную службу, и не только срочные. Есть профессиональные военные. Наш возраст, это обычно средний возраст, 40-50 лет. То есть, молодежь обычно не способна взять оружие и с оружием в руках защищать свою идею. Конечно, хунте не удалось, точнее, бандеровскому подполью и всем этим мерзким СМИ, не удалось воспитать из молодежи Донбасса юных бандеровцев. Такие тоже попадаются, но очень мало. Но вот растениеобразное поколение Пепси им воспитать удалось во многом. То есть, в целом, конечно, у нас средний возраст. Но это на самом деле наше преимущество. Потому что мотивированные взрослые мужчины неизмеримо сильнее, чем молодые сопляки, которые не знают, за что воюют. Поэтому на каждого убитого нашего приходится человек 5-7 убитых их. Мы ложим их огромными тысячами. Свои потери они списывают на дезертирство. Они не хотят шокировать общество и прячут их в братских могилах, а потом рассказывают, что это дезертиры. А под Славинском они большое количество своих трупов просто в озера утопили. И таким образом тоже их списали. Ну, это большие социальные выплаты. Каждая семья погибшего солдата Украфашистской армии должна получать какую-то компенсацию. И таким образом они выходят из ситуации. Но все равно у них очень большие ресурсы. Я же говорю, что они опираются на силу государства. А мы не опираемся ни на что. Это прозвучит дико для Москвы, но мы же не получаем даже никакой зарплаты. Мы не получаем никаких компенсаций в случае увечья или смерти. Поэтому люди, которые там могут, способны договориться, они заранее договариваются со своими друзьями, что они сбросятся и вдове будут заплачены какие-то компенсации. А остальные люди, у которых нету таких богатых, влиятельных друзей, те не могут вообще застраховать свои семьи. Поэтому надо удивляться еще не тому, что у нас сравнительно мало людей, а тому, что у нас довольно много людей. Это четко идейно мотивированные бойцы, которые при наличии той же бронетехники в достаточном количестве, они взяли бы этот Киев и разорвали бы эту хунту, извините, как собакотряпку. Но в огромное техническое преимущество делает это пока невозможным. Вот, кстати, ополченцы воюют в основном за что? Что бы вы ответили людям, которые сейчас любят разводить критику в отношении руководства Донецкой республики и Луганской республики? Говорят, какие-то очень странные у них идеи. Поэтому под их знамена много людей не собирается. А вот если бы они, скажем, провозгласили социальную справедливость, подняли бы красное знамя, то к ним бы присоединились уже и жители Львова, и вопрос о свержении киевской власти не стоял бы, власть бы рухнула сама. Ну, я отвечу, что такие люди совершенно не понимают нашей ситуации. Абсолютно. Во-первых, жители Львова на красное знамя реагируют, как на красную тряпку. То есть для них такие лозунги вызвали бы просто ярость. Во-вторых, на самом деле левая идеология и не пользуется массовой социальной поддержкой в том же Донбассе. Ну, точнее, она, конечно, есть. Но сказать, что именно благодаря ей поднялось бы большое количество людей, мы не можем. Большая часть активных людей сейчас поднимаются за другие идеи. Но если кратко сказать о нашей идеологии, то мы считаем себя русской контрреволюцией. Они являются продолжением 1917 года. А 1917 год продолжился 1991 годом. А 1991 год продолжился Майданом 2004 года. Ну, а потом разразился этот Евромайдан. Признаки революции совершенно другие, чем те, которые вот эти невежественные люди полагают. Революция всегда выступает против России и против церкви. Также революция всегда выступает за закабалением. То есть Ленин и Троцкий, например, мечтали о том, чтобы создать трудовые армии. Нынешний современный мировой порядок хочет прочипировать все население и создать уже полный тотальный контроль, который не снился революционерам 1917 года. В период 1917 года была выдвинута теория стакана воды. Ну, то есть всеобщий разврат и своего рода национализация женщин. Нынешние революционеры логически продолжают их линию. Они выдвигают лозунги гомосексуализма, легализации наркотиков. Кстати, первые гомосексуальные законы этим режимом уже приняты. Сейчас введены новые нормы в Трудовой кодекс, что гомосексуалиста нельзя не взять на работу. Что это будет считаться дискриминацией. То есть извращенец приходит в детский садик и говорит, хочу устроиться воспитателем детей. Если вы его не возьмете, то вас оштрафуют или самого выгонят с работы. То есть фактически это продолжение дегенеративного курса революционеров 1917 года, которые и в этой сфере разрушения семьи, уничтожения христианства держали такую же линию. Только более глубокий курс. Бандера ведь называл себя кем? Революционерам. На месте памятника в Ленину они ставят черно-красные флаги УПА. Или памятники небесной сотни, которая тоже называла себя революционерами. Вот. То есть поэтому мы считаем себя контрреволюцией. На самом деле с нами есть левые. Они с нами. То есть есть люди коммунистических взглядов, которые в нашей армии. Но они не составляют большинства. Все ядро нашей армии состоит из православных церковных людей. Конечно, это не пользуется такой популярностью в Москве. Но на Украине религиозная идея. Она пользуется неизмеримо большей популярностью. Кстати, эти недалекие люди, которые так считают, они же не знают и сути Майдана. Ведь Майдан-то был религиозным явлением. Я же сам сидел на улице Грушевского. А я видел зарождение этого Майдана с самого начала. Так вот для этих москвичей, наверное, будет интересным узнать, что там не было социальных лозунгов как таковых. Вообще. Ни о ЖКХ, ни о зарплатах. Там были религиозные лозунги, фашистские лозунги в большом количестве. И так далее. Каждый день Майдана начинался с молитвы. Там обычно были униаты, еврейский раввин и раскольничьи попы. То есть картина. Я могу, например, показать свою фотосессию Майдана. Можно набрать в интернете. Игорь Друсь, фотосессия Майдана, скажем, в гугле. Я там полностью четко это все обрисовал. Ядро Майдана было, безусловно, униатским. Но также активно участвовали и раскольники, секты и так далее. И поэтому и ответ на Майдан, он тоже религиозный. Наша армия является православной армией. У нас сухой закон. У нас также введен запрет на нецензурную брань. Конечно, у нас, я же говорю, есть люди иных взглядов. Так же, как в царской армии были мусульмане, были католики. Мы их вовсе не преследуем. Никто их не заставляет принимать православие. Но вместе с тем есть религия большинства. Это православие. Вот, кстати, как информационный корпус ДНР воспринял то, что из России стали появляться люди, ну мы понимаем, о ком идет речь, которые выступали резко против болотного движения, поддерживали действующую власть в России. И тут вдруг говорят, Игорь Стрелков это предатель, он сдал Славянск, он чуть ли не поставил ДНР на грани гибели, надо скорее от него избавляться. С чем это связано? Откуда вообще берется это? У Игоря Ивановича были там когда-то некоторые критические высказывания по отношению к действующей власти. Ну, во-первых, они были в тот период, когда он не занимал никаких постов и уже ушел из армии. Вот, он собирался вести жизнь частного лица, уже вышел из системы, и, собственно, его замечания даже носили характер, скорее, частного разговора на одном мелком форуме. То есть они даже не были, по сути дела, публичными. Во-вторых, он резко сожалеет о них. Его взгляды значительно изменились, потому что идет массированная поддержка России в нашу сторону. Я говорю, что она, конечно, к сожалению, недостаточна. Вместе с тем мы благодарим правительство России за понимание. Руководство нашей армии абсолютно лояльно к властям России. Мы можем видеть какие-то недостатки, которые есть в любой власти, но мы понимаем прекрасно, что болото неизмеримо хуже, что государственная власть в России, какая она не есть, но она неизмеримо лучше, чем власть семьи Ельцина. Поэтому мы, конечно же, будем дружить с существующей властью России.